Это коврики санитарные для входа в помещение для голосования с дезинфицирующими средствами. А еще маски, перчатки, бесконтактные термометры, даже ручки для каждого голосующего. В селе Завьялово сегодня распределяют средства защиты по сельским избирательным участкам. Их в районе больше полусотни. На каждом проведутся на обработку. Кабинки для голосования расставят на расстоянии двух метров. Также будут измеряться на подходе к помещению для голосования температура бесконтактным термометром. Если температура будет у человека, то что? Если температура будет повышена, то мы ему предложим проголосовать в отдельной санитарной комнате. Она здесь есть? Мы предоставим отдельное помещение. Сделать выбор можно и не выходя из дома. Для этого достаточно оформить заявку на сайте госуслуг. А в день голосования член избирательной комиссии сам постучит в дверь, повесит на ручку индивидуальный защитный комплект и поставит у входа ящик для голосования. Участникам голосования будет предложен запирающийся пакет, который будет содержать также средства индивидуальной защиты. Члены участковой комиссии не будут проходить в квартиры, не будут в дом проходить, подождут за дверью. За процессом голосования как на дому, так и на избирательном участке будут следить наблюдатели. Это около 5000 человек по всей Удмуртии. В этом году впервые проголосовать можно будет всем двором. Чтобы не создавать столпотворения в помещениях и максимально разграничить потоки голосующих, избирательные участки организуют на свежем воздухе. На природе установят тенты, распределят места для антисептиков. На придомовых территориях будут сидеть по два члена комиссии и наблюдатели со списками. Если будет дождь, то тогда будем сидеть в автобусах. То есть туда человек будет заходить? Да, и выходить с другой стороны. А еще впервые голосование в стране будет проходить не в один день, а целую неделю. С 25 июня по 1 июля. Это сделали для того, чтобы не собирать сразу много людей на участках. Режим их работы в июне может отличаться в разных местах. Но 1 июля большинство пунктов откроется в 8.00, а закроется в 20 часов по местному времени. Будут задействованы 1185 избирательных участков. Из них 1164 постоянных. Остальные временные. Временные, как всегда, организуются в стационарах. Дополнительно будут организованы 4 временных участка на промышленных предприятиях. В течение 7 дней избирателям предстоит ответить всего на один вопрос. Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации? А сегодня добровольцы по Сеюдмуртии, так называемые волонтеры Конституции, выходят на улицы, чтобы объяснять, как поправки в основной закон страны отразятся на жизни людей. Елена Обуховская, Юрий Дроздов. Новости.